Здравствуйте, дорогие друзья! Орфан с вами и мы продолжаем наши уроки по ACCA Financial Accounting. Сегодня мы с вами рассмотрим пример того, как нужно ввести сравнение нашего кэшбука с нашим банк-статементом. Так что давайте начнем. Итак, друзья, давайте рассмотрим пример. Нам говорится, что 30 сентября 2006 года, это, наверное, баланс на конец периода, у нас в кэшбуке была сумма размером 805 долларов в дебете. Согласно банковской выписке, у нас на ту же дату в банковском счету была сумма в кредите 112 тысяч. Как я говорил на прошлом уроке, в банке присутствие денег на счету указывается в кредите, тогда как у нас в счету, в кэшбуке, указывается в дебете. Потому что та сумма, которая находится у нас в банковском счету, банк видит как задолженность для себя, потому что она должна эту сумму нам. Поэтому и указывают его в кредите. Итак, далее наша компания берет и начинает выяснять, почему же появляется разница между кэшбуком и нашим банк-статементом. И обнаруживают следующие детали. Первое, это то, что наша компания забыла сделать дебет 90 долларов в кэшбуке. Следующей причиной является то, что мы получили денежные средства как в виде чека и предоставили этот чек банку, чтобы он нам выплатил эти суммы. Но пока банк находится в процессе обработки этого чека и поэтому нам эти суммы не выплатил. Тогда как мы в своем кэшбуке их уже указали. То есть 208 долларов у нас Outstanding Lodgement, который банк еще не перечислил на наш счет, а в кэшбуке мы их уже указали. И последнее, это мы выписали кому-то чек как оплату за какие-то услуги и списали эти денежные средства с нашего кэшбука. Но тот человек или та компания еще не предоставила этот чек банку и поэтому банк еще не списал эти денежные средства с нашего счета. То есть у нас 425 долларов это Unpresented Checks. То есть мы их у себя списали, но банк пока не списал эту сумму с нашего счета. И у нас первым делом требует посчитать, каким же будет правильный кэшбук. Чтобы исправить наш кэшбук, мы должны сперва с вами выяснить, какие же из этих трех перечисленных причин относятся к тому, что мы у себя исправляем кэшбуке. И если вы помните наш урок, прошлый урок, мы сказали, что когда есть Unpresented Checks или же Outstanding Lodgement, мы их как бы исправляем не у себя в кэшбуке, а берем в расчет при сравнении с банковским стейтментом. То есть уменьшаем или увеличиваем ту цифру, которая остается у нас на конец года в банковском стейтменте на разницу, возникающую из Outstanding Lodgement или же Unpresented Checks. То есть эти два пункта у нас будут относиться к банк-стейтменту. И поэтому, чтобы исправить наш кэшбук, мы должны сделать исправление именно на 90 долларов. А нам отчетливо говорится, что мы забыли указать 90 долларов в дебетовой части нашего кэшбука. А мы знаем, что наш кэшбук растет в дебете, то есть эти 90 долларов мы получили в наш банковский счет, но не указали в кэшбуке. Поэтому мы должны сделать дебет-кэшбук или же взять наши 805 долларов и добавить к нему эти 90 долларов, чтобы получить в конце остаток в нашем кэшбуке 895 долларов. Следующим требованием у нас является Prepare a Statement Reconciling the Balance Per Bank Statement to the Balance Per Cashbook. Теперь мы уже должны сравнить опять-таки наш кэшбук с нашим банк-стейтментом и брать в расчет вот эти два наших пункта. То есть увеличить или уже уменьшить остаток в нашем банк-стейтменте согласно данным нашего Outstanding Lodgement и Unpresented Check. Поэтому мы берем наш 1112 долларов и знаем, что Outstanding Lodgement это та сумма, которую мы должны были получить, но не получили. И поэтому мы добавляем его к нашему 1112 долларам. Опять-таки потому, что мы уже дали чек банку и в течение нескольких дней мы эту сумму все равно получим в наш банковский счет. И не будем у себя вычитывать эту сумму с кэшбука, потому что мы его указали правильно, просто из-за временной разницы денежные средства пока не сели в наш счет. Поэтому мы просто возьмем эту сумму и добавим к той, что находится у нас в банк-стейтменте. Поэтому мы берем 1112 долларов и к нему добавляем еще 208 долларов. Итого получаем 1320 долларов. Далее мы знаем с вами, что мы выписали кому-то чек и он уже, наверное, в течение нескольких дней предоставит этот чек банку из нашего счета список 425 долларов. И мы у себя, так как это уже отразили, нам не нужно убирать эту сумму у себя с кэшбука, чтобы потом заново его туда добавить, когда те предоставят чек банку. Вместо этого мы эту сумму вычтем с тех денег, которые находятся у нас в банковском счету, потому что мы знаем, что через пару дней это все равно произойдет. И поэтому мы с тех денег, которые у нас в банке находятся на данный момент, 1320 долларов, вычитываем эти 425 долларов и у нас остается остаток 895 долларов, что совпадает с тем, что мы получили в кэшбуке. Значит, теперь и наш кэшбук, и банк-стейтмент оба правильные и оба совпадают. И таким образом мы проводим сравнение нашего кэшбука с нашим банк-стейтментом. И на этом, друзья, мы с вами заканчиваем наш урок про банк-реконсилейшн. В следующем уроке мы с вами в целом поговорим, какие же ошибки могут существовать при записи транзакций в наши бухгалтерские счета. А на этом на сегодня все. До встречи.